доброго всем времени суток мои дорогие друзья все здравствуйте и всем здравия желаю здоровья не как сказать да здравствуй да как говорят это тоже так же шутки унесло меня в общем сегодня готовим щербет из сгущенки которые варили я добавляющую магазину вы можете сварить свою я варю щербет с количества сгущенного молока с килограмм вы можете этот рецепт поделить еще наполовину очень все там все я говорю все рассказываю да всем вам хочу сказать что я вам всем очень-очень благодарна за то что вы меня смотрите за то что пишите комментарии то что ставите лайки в общем дело очень-очень благодарна и признательна тем кто зашел впервые на мой канал хочу сказать подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить последующие видео ставьте не забывайте лайки если понравился понравилось видео понравился видео и дизлайки если не понравилось вот ну и пишите комментарии я с большим удовольствием отвечаю да я хотела бы даже еще обширнее отвечать но писать писать сидеть вот это вот очень много времени занимает поэтому если какие-то возникают вопросы пишите я потом видео буду отвечать в общем все всех всех вас люблю обожулькаю сразу с вами попрощаюсь да и смотрите готовьте с удовольствием если есть желание без желания не надо это делать кормите своих знакомых домочадцев все желаю вам всего всего самого прекрасного будьте все живы целые и невредимы и здоровые и счастливые и любимые и любите что пошлешь в мир то там тебе и вернется поэтому я говорю любите и будете любимы в общем все мои хорошие всех вас люблю и обожаю всем воздушный поцелуй всем бога еще в помощь как всегда говорю и пока пока сегодня приступаю к варки здесь на плите мне варится картошка буду делать вареники еще в общем здесь в кастрюлю уже желательно с толстым дном кастрюлю на 250 грамм масла я закинула сейчас включаю к растапливается рецепт я пропишу снизу под видео и начинаю добавлять сгущенку до сгущенки нужно килограмм на 250 грамм масла я сразу выливаю здесь я уже измерила у меня свои это своя которая я с вами варила 330 грамм вот такая засахарилась даже потому что я чуть приварила ну я знала что для чего я это делаю для щербета сахар можно немножко меньше добавлять сгущенку если тогда не для долгого хранения что сразу будете кушать и остальное будет магазина у нас она не дорогая да у меня всегда есть я беру упаковками сразу потому что упаковка когда в русском магазине беру она еще дешевле мы ее редко едим очень редко когда я применяю в крема или куда-то что остается если в баночке там холодильник накрываю пленкой ставлю подъезд а так специально никто не ест наелись уже у меня выходит вот своей 330 грамм да вот так было бы тогда у вас получилось 3 с половиной баночки здесь в каждой стоит что выход уже 304 миллилитра на это примерно 300 грамм да у вас получится если только с магазина и варить где-то 4 баночки слепогранным так чтобы и здесь у меня еще вот остатки в холодильнике стояли это и будет килограмм песнопение конечно у них обед уже скоро я и у них перед обедом как всегда кто меня давно смотрит уже знает они за час где-то начинает мне мозг выносить знают уже поэтому вдруг авось что-то раньше перепадет монет держу их в рамках война войну и обед по расписанию все в общем сейчас масло растворится до когда все перемешаем потом вам добавлять еще сахар старуху случилось проруха в общем забыла поставить на медленный огонь поэтому вот вам акцептируем потихоньку выложу таких вот теперь если вам видно на крапинки еще на сильном огне стало это все дело расправлять расплавлять вот так что кастрюльку вы можете нагреть пока масло в ней топится да можно еще на хорошем огне и в общем на тихом меня до девятки вот сейчас на двойке я теперь это держу да я знаю что эти в пропинке ничего плохого не сделают а вот чтобы с вами такое не случилось а вот сгущенка это моя домашняя пригорела первого тоже ее первую опустила в горячую кастрюлю да и сразу не перемешала пока влила магазин а вот теперь всыпаем сюда 300 грамм еще сахара попа не слипнется нибудь все будет нормально все будет нормально и сразу скажу вот видите теперь побольше видно эти при горошке и сменила ложку на лопатку до чтобы по дну хорошо шкрябать хочу еще сказать что еще понадобится 300 грамм сахара на карамель да когда уже сгущенка уварится ее можно вот так на тихий огонь поставить самое главное пока вот сахар ведете сейчас сахар пока растворится и пусть она у вас потом на тихом огоньке стоит да будьте здесь на кухне чем-то занимайтесь своими делами пока она пусть убаривается нам нужен от нее коричневый цвет сейчас я вот идет который побольше тысяч повладить это несложно доделать его но что продукты кто-то хочет им нет еще один есть способ начинается с молока щербета варится да если хотите пишите я через время еще тот способ попробую тем способом я не варила да но я знаю что он есть вот поэтому если кому-то хочется еще один способ щербета начиная с молока вот там молоко масло сахар то пишите через время сделаем еще и такой вот брысить сюда в общем все сейчас сахар растворится до помешивайте смотрите время от времени на тихом огоньке уваривайте нам нужно варить до коричневого цвета хорошо хорошо коричневый цвет когда масло начнет уже там прям как сказать масло начнет утапливаться даст хорошо коричневый цвет и густоту еще больше как риски да вот тогда мы начнем варить карамель а еще приготовьте орехи да помойте их сполосните под водой на салфетке обсушите любые можно грецкий орех можно фундук этот как вот миндаль я бы не советовала вообще бить мне кажется не умеется я всегда арахис ловим всегда и всегда соленый покупаю соленый арахис уже прижали на надо у вас если не прижали прижать и вот его и почти растворится и обжать и его вот на лист можно прям разложить и в духовку чуть-чуть его присушить да чуть-чуть только смотрите он тоже быстро это сидела происходит или прямо на сковороде помешивая и можно еще печеньки кусочками тоже разламываю тоже можно на сковороде их чуть-чуть поджарить или в духовке и прямо кусочками вместе с орехами вот еще сейчас как уварится будем делать карамель вливать перемешивать их готова я включил перемешала вот эту массу да видите какая здесь такую кастрюлю с толстым дном насыпала 300 грамм сахара и больше ничего ставлю на огонь лопаточку и начинаю на огне растапливать этот сахар делать вот начинаю я его делать вот когда видите сейчас потому что перемешала на перестала она начинает булькать вот эта масса вы булькивает масло сейчас не буду трогать увидите но не сразу булькать она уже еще раньше начал но я еще перемешивала перемешивала и дошла да вот уже сейчас я вижу что масса уже как немножко хочется от масла делиться бурбур по краешкам вот тут вот бурбуркой злиться нервничает психует я подготовила такую форму если хотите внутри пленкой уложить дальше потом его перевернуть например на поднос если для гостей для чай пить но отказа в нибудь утром смотрите плывается если я не трогать она вся начнет тут злиться злиться прям смотрим перемешиваем время времени начнется как комковаться начнет не страшно полную ночь вот видите вот эта масса да и и когда мешаешь вот прям видно маслица да немножко как отделяется краям видно вот все она ее когда вот скидываешь вот смотрите немножко как остаются пумпочки да не сразу расходятся вот но так и стоит всегда на медленном огне у меня сейчас стоит почти на двоечку можно сказать на одни ручки и 1,90 даже вам покажу наглядно да вот видите не на полной двоечки даже это вот там уже от луга она уваривается именно вот на такой мощи все время будьте рядом да я вот тесто замесила потом сходила котов своих накормила в конце-то конца толченку сделала лук притушила котиков пока кормила два раза прибежала ее поменьшала орехи мне уже готовит сахар плавится потихонечку если кто хочет посмотреть как я вареники делаю тесто разные на вареники на манты на пельмени да у меня разные способы есть я есть у меня там на канале есть без яиц есть с яйцами и добавлением подсолнечного масла сегодня просто 4 яйца и вареники тесто всегда тугое старайтесь на манты пельмени и вареники тугой тесто рассказывайте потом я практически при лепке не применяю для того чтобы пока ложишь лепишь вареники или пельмени или манты манты я сразу потолще масло окунаю в форму а вот это все вареники или пельмени вложу на доску присыпано луком вот оно комкуется разойдется сейчас все разойдется его держу на сильном огне ну все подключусь уже тогда сахар будет практически готов еще хотела показать вот сахар превращается как в попкорн спиртах потом он видите постепенно это все нормально помешивайте всегда будьте рядом все сделаем усю будет хоккей все дальше дело потом подключусь все сахар быстренько вот начинает уже как гореть да сейчас я выключаю его но у меня там еще несколько комочков есть они растопятся пока плита горячая сейчас будем горячую массу выливать эту массу тоже выключаю но держим на горячем сахар будем сюда добавлять теперь это дело шушить опасно перемешивая да пар сильно досмотрите ручки не берегите так все заберем и массу хорошо перемешиваем напоминаю на выключенную соединяется с ирисским запахом вкусный очень вкусненько пахнет и как я сказала да у вас уже должно быть приготовлено хотите печенье или курабу там изюм изюм да что угодно должно быть все наготове цвет изюмительный мы не любим ни изюм ни курагу ничего такого вот у меня орешки у меня здесь 500 грамм они поджаренные и подсоленные как я сказала арахисы когда подсоленные они еще вкуснее потом все соль вытряхиваю вкусно хорошо все перемешиваю печенье да это уже поджать все сейчас я переношу это форма у меня с крышкой но крышкой накрывать и вообще накрывает пока он не остынет до комнатной температуры не нужно потому что он будет конденсат застывать он будет примерно при по времени как одну ночь сейчас все выложу дошкри буду подложила крышку как я сказала остывать он должен до комнатной температуры и только потом даже ну как если вы пленку под низ подстелили да я его буду просто кусками прям форме вырезать вот до комнатной температуры не накрывая а потом можно либо в холодильник все в таком виде отправляем его остыевать мой шипет постоял ночь то есть вчера постоял где-то полдня и ночь постоял ночь уже стоял на балконе да я здесь по краю прошла с ножом вот чтобы не занимать наверное все таки понимаете что надо было пленку мне что именно красиво вытащить для вас для камеры есть вы пленку стелите можете потом его вытащить аккуратно в тепле он чуть-чуть постоит и вместе с пленкой вытащи да я же буду теперь корячиться для меня это коряка не несколько труда не составляет я всегда так делаю потому что это для меня не труд первый кусочек главный сейчас естественно дно он тоже чуть-чуть пристает туда подлезть не могу сейчас покорячимся чуть-чуть пристал да все равно сколько черепет когда свежий он всегда такой да еще будет цепляться будет как сказать рукам как будто бы чуть-чуть прилипать да это орешки вот остаются на руках видно самым не липнет если подольше постоит червето то он потом станет намного плотнее карамель уже усядется учитесь на моих ошибках я такой черпе творила уже давно я пользуюсь для тем которые быстро у меня там на канале если смогу прицеплю ссылку на щербет быстро быстренько чтобы сделать а не варить это тем кто хочет заморочиться вот так вот я его буду отсюда вырезать по мере надобности да он будет стоять в холодном месте и станет еще плотнее потом уже не будет так вот цепляться пленку конечно подстелите чтобы вот так вот не горячится было поаккуратнее если вы настолько и как я говорила можете добавлять изюм курагу печенье все что вам нравится сейчас руки сполосну все равно он постоит он уже завтра совсем другой будет по плотности смысле уже будет легче и вырезать да он уже вот этот вниз вниз еще вот как я говорю вверх уже плотнее до застывшие а низ еще не очень варите готовьте если есть желание прицеплю свой щербет который быстрый я делаю да и как говорила тоже если есть желание еще из молока начать его делать скажите я и тут потому рецепт он есть у меня но я еще ни разу не делала как-то вот этот рецепт этот и тот тоже уже давно не делала а тот который из печенья постоянно у меня и быстро да что быстро к чаю сделать это я могу щербет сделать и из печенье из коровка из коровка из конфет коровка и из этих же печенек до бутер кексы у нас называется простые дешевые сейчас правда они подорожали тоже как и все остальное на 30 центов но и и картошку кондитерскую вот быстро удобно хорошо все надеюсь вам понравится до встречи